Всем привет! В эфире Универ Ньюз, а в студии Арина Абдулина. Наша команда подготовила для тебя самые свежие новости. Итак, смотри сегодня. МИД России и Турции обсудили подготовку встречи президентов. КФУ обсудили становление и развитие ТАССР. Физики КФУ смогли обсудить аномалии структуры металлических расплавов. В Москве прошла Олимпиада школьников по программированию технокубок. Учащийся 11 класса лицея имени Лобачевского Ильдар Гайнулин стал абсолютным победителем, набрав в общей сложности 13 121 балл. А теперь к следующим новостям. 1 марта главы МИД России и Турции Сергей Лавров и Мевлюд Челошаглу обсудили подготовку к предстоящей встрече президентов Владимира Путина и Реджепа Эрдогана. Подробнее в следующем сюжете. Накануне Эрдоган попросил Путина уйти с пути и оставить Турцию один на один с Сирией. В Кремле на это ответили, что Россия единственная страна, чьи войска находятся в Сирии на законных основаниях по просьбе правительства. Вопрос, зачем это нужно туркам, видимо пытались решить две задачи. Одна из них, на мой взгляд, это резерв для войны в Ливии. В Ливии Турция поддерживает одну из противоборствующих сторон, правительство национального согласия под руководством ФАЕЗа Сараджи в Триполе. А эта страна проигрывает. И сейчас турки туда перебрасывают боевиков как раз из Идлиба. Уже три тысячи перебросили. Там они их поэтому хотят сохранить. Второе – это обеспечить себе присутствие в Сирии. То есть если Идлибскую зону зачистят, у Турции уже не будет повода там находиться. Дмитрий Песков подтвердил, что переговоры по урегулированию конфликта в Москве 5 или 6 марта находятся в процессе подготовки и не обещают быть простыми, хотя оба лидера ориентированы на урегулирование ситуации в Идлибе. Я думаю, что решение будет компромиссное и войны между Россией и Турцией не будет, как многие сейчас пугают, потому что ставки очень высоки. И Турция понимает, к чему приводит прямая конфронтация, потому что у нее есть опыт 2015 года. МИД России добавил, что министры высказались в пользу принятия мер по созданию благоприятной атмосферы, способствующей результативности диалога по выполнению договоренности в поддержку сирийского урегулирования и по другим вопросам повестки дня российско-турецких отношений. Лилия Баталова, Универньюс. Становление и развитие татарской автономной советской социалистической республики обсудили сегодня во время круглого стола в стенах Казанского федерального университета. Смотрим. 25 июня будет отмечаться 100-летие со дня образования Татарской автономной советской социалистической республики. В Казанском федеральном университете проходит череда мероприятий, посвященных празднованию этой круглой даты. Так, в стенах юридического факультета КФУ состоялся научно-практически круглый стол. Опыт становления и развития ТССР сквозь призму десятилетия. Мы обсуждали вопросы, которые связаны с историей становления ТССР, то есть с тем, что предшествовало всем тем событиям знаковым, которые, собственно, и привели к той организационно-правовой форме, политической форме, в которой была образована ТССР. Немаловажным является и то, что КФУ выпустил плеаду известнейших государственных деятелей, которые стояли у истока формирования ТССР. Во многих других структурных подразделениях института есть соответствующая дисциплина, которая связана не только с историей страны, но и с историей национальной государственности Республики Татарстан. Это говорит о том, что, в общем-то, мы чтим свою историю, потому что тот, кто не помнит своего прошлого, не имеет будущего. Это говорится о народе, но я думаю, что миссия университета в этом смысле очень знаковая. Физики смогли объяснить аномалии структуры металлических расплавов. Полученные казанскими исследователями научные данные позволяют по-новому взглянуть на процессы их формирования. О них наш следующий сюжет. В журнале Physical Chemistry, Chemical Physics, который издается Британским королевским химическим обществом, вышла статья, авторами которой являются сотрудники кафедры вычислительной физики Казанского федерального университета. Дело в том, что металл изучается на протяжении длительного времени. И многие-многие свойства, физические свойства, механические свойства металлов уже очень хорошо изучены. Но, тем не менее, даже в случае металлов есть такие вопросы, которые до сих пор не имеют внятного, хорошего и понятного ответа решения. И к таким вопросам относится вопрос о структуре расплавов поливалентных металлов. С предложением заняться решением этой проблемы к ученым КФУ обратились физики-экспериментаторы из Обнинского физико-энергетического института имени Липунского. Одна из наиболее распространенных гипотез, которая объясняет особенности аномалий, наблюдаемые в расплавах Галии, Висмута, Германии, и которая предполагает наличие молекул атомов Галии, Галии-2, так называемых молекул димеров Галии-2, на самом деле эта гипотеза оказалась несостоятельной. Никаких молекул в расплаве не было обнаружено, никаких устойчивых кристаллоподобных образований также не было в расплаве не обнаружено. А все это объяснялось совершенно другими причинами. В результате совместной работы специалистов из Казанского федерального университета и физиков-экспериментаторов из Института физики высоких давлений РАН удалось развить оригинальную теорию, которая и легла в основу статьи. Камиль Гемоздинов, Ленар Довлетяров, Универньюс. Что такое сухой лед, где его используют и может ли он стать опасным для человека? Наш корреспондент встретился с профессором Института химии Казанского федерального университета Рустемом Амировым и узнал, что же такое сухой лед. Подробности далее. Сухой лед. Он же твердый диоксид углерода, он же СО2. Он же в простонародье углекислый газ. Вещество, с которым люди сталкиваются каждый день и даже не замечают этого. В естественной природе его синтез происходит в процессе дыхания живых существ. В лабораториях же углекислый газ получают в специальных химических установках из твердого диоксида углерода. Сухой лед. Это вещество, хорошо нам всем известно. Это твердый диоксид углерода. Попросту говоря, углекислый газ, который образуется в химических процессах, происходящих в организме. И мы с вами постоянно имеем с ним дело, потому что мы выдыхаем кислород, а выдыхаем углекислый газ. В повседневной жизни сухой лед чаще всего используют для охлаждения чего-либо. К примеру, продукты, которые везут в магазин, охлаждают таким образом, а также в ларьках, где продают мороженое. Еще сухой лед часто используется бутафорами и пиротехниками в представлениях, чтобы создать иллюзию тумана. Как поддерживают температуру мороженщицы в своих киосках летом, когда всем хочется холодного мороженого, на улице жара, вот вместе с мороженым там лежит сухой лед. Но из такого ларя вы никогда не увидите подтекающие лужи, как если бы там был обычный лед. Потому что сухой лед испаряется сразу в виде газа. Само по себе это вещество не опасно. Углекислый газ не имеет запаха, а также не имеет цвета. Поэтому увидеть его в нашем окружении невозможно. Однако газ, если его долго вдыхать, может оказать не очень приятные последствия на организм человека. Углекислый газ не относится к токсичным газам. Если в атмосфере содержание углекислого газа повышено, то это вредно для здоровья, безусловно. Поэтому, когда, например, вы находитесь в аудитории, в которой много студентов и уже много пар прошло, то всегда предлагают открыть окно, чтобы проветрить комнату. Потому что содержание кислорода в этой атмосфере уже уменьшилось, а углекислого газа накопилось. И поэтому все ощущают тяжесть в голове, потому что слишком много углекислого газа. Напомним, трагедия с использованием сухого льда произошла 28 февраля. На день рождения блогера Катерина Диденко в бассейн высыпали 25 килограмм сухого льда. После чего гости нырнули в воду. Некоторые так и не смогли вынырнуть обратно. В результате произошедшего трое гостей вечеринки ушли из жизни. Среди них был муж блогера. Углекислый газ тяжелее воздуха, и поэтому он вытесняет весь воздух наверх, а сам опускается вниз. И вот между жидкой водой и атмосферой, где может человек дышать, создается полметра, может быть, даже. Вот какова толщина была этого тумана. Вот такой слой вот этого тумана, в котором невозможно дышать человеку. И поэтому люди, которые туда прыгали, они выныривали, когда они пытались вдохнуть воздух, а вдыхали вот этот вот пар водяной вместе с углекислым газом. К слову, использование сухого льда в бассейне – это частая практика на вечеринках. Есть множество видео, где люди используют газ таким образом. В таком случае необходимо обязательное соблюдение техники безопасности. Бассейн должен находиться на открытом воздухе и иметь достаточный запас кислорода для дыхания. Также после засыпания льда в воду должно пройти достаточное количество времени. Однако все равно риск использования сухого льда таким образом остается очень велик. Лев Диденко, Фаридзе Хитаглы, Универ Ньюс. На этом у меня все. Не забывай смотреть нас в социальных сетях. До новых встреч! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова